В Киеве обвинили жителей западной Украины в трусости и стрэвии мобилизации. Советник президента Юрий Бирюков на своей странице в фейсбук, не стесняясь в выражениях, рассказал, что призывники из Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской и Волынской областей отважны только на словах, но реально брать в руки оружие и идти воевать почти никто из них не хочет. Он хрипло орёт славу Украине, рассказывает всем, какой он невротипический патриот. Он лучший стратег в истории современности, способный силой мысли уничтожать БТРГ противника. Конечно, его профиль полон национальных символов. А ещё он трусливая скотина. Поджав хвост, он прячется от военкома. Он меняет номер телефона, он собирает манатки и чешет в Румынию, Венгрию, Словакию или Польшу. И там сидит, весь такой довольный своей гениальностью. Столь эмоциональная реакция советника Порошенко последовала после отчёта о выполнении плана четвёртой волны мобилизации, которая началась на Украине 20 января. Согласно приведённым цифрам, 57% оповещённых военнообязанных Ивано-Франковской области не прибыли на прохождение медицинской комиссии, а 37% и вовсе покинули территорию Украины. Из официальных источников известно, что хостелы и мотели в приграничной области соседней Румынии полностью заполнены уклоняющимися от призыва. Патриоты, воины света, трусливые шавки. Те же, кто в силу различных причин не смог или не успел покинуть страну, отказываются идти в армию, мотивируя своё нежелание, к примеру, религиозными убеждениями. Таких в одной только Волынской области оказалось 19% от общего числа призывников. В предыдущие годы отказ по такой формулировке не превышал и 1%. Спасибо.